Ну что уважаемые мои читатели, зрители, я с вами хочу поделиться очень важным наблюдением, которое пришло ко мне с возрастом. Начнем несколько сначала. Когда я занимался спортом, у меня были травмы, ну травмы спины. Я все это делал, это как раз мне еще 30 не было, то есть даже до 25 лет все это случилось. До 20-25 лет там различные травмы были. Я это все закачивал на тренажерах, через козла вот эти наклончики идут, поясница становилась, знаете, такая дубовая, будем говорить, и еще подымал больше. Ну вот с возрастом, вот пошел седьмой десяток лет, и знаете, что началось не только у меня, но и у других людей. Вот начинают стынуть колени, начинают ночью ломить вот здесь вот плечевых суставов. Это не дает тебе спать, ты ворочаешься, встаешь, не выспавшись, а какой-то слабый, раздраженный. Так как это повторяется много месяцев, это тебя истощает, это снижает твой, мы говорим, аналитический потенциал. То есть ты быстрее разрушаешься, твой организм, и жизнь уже идет не, мы говорим, не в кайф. Потому что если где-то имеется боль, то тебе уже не до того, чтобы там повеселиться, а лишь бы, лишь бы, лишь бы там полежать или еще что-нибудь сделать. Вот. Я, естественно, прошел огромное количество различных массажей, видел массу специалистов, вот. Все они по-своему хороши, я не буду говорить, там, правили, якобы там позвонки там смещаются. Хрен, ну, знает, по какой причине смещается. Вот. Допустим, допустим, я вот наклонился для того, чтобы набрать воду, и буквально таки, пока набирал, это прошло тут, ну, максимум полторы минуты. Разгибаться, а чувствую спину, такая, опачки, и, так сказать, прихватило. Ё-моё, да что ж такое. Просто долго где-то там посидел, но думаю, буду сейчас закачивать. Начинаю закачивать, ага, вроде уже пошло, 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 потом, бах, во время этой же закачки спину прихватило. Начинаю, допустим, ага, с весами заниматься, вроде пошло, пошло, потом еще больше разболелось. Да что ж такое? В чем же дело? Вот такой вот вопрос, понимаете? И оказывается, дело, вот сейчас я понимаю, вот наша соединительная ткань, то есть мы с вами представляем студень, который держится на костях, на связках, и если взять, так как губка ткань имеется, она называется соединительная ткань, вот эта соединительная ткань, в ней вставлены клеточки, естественно, там и мышцы держатся, вот, ну, любая ткань состоит из клеточек, значит. Так вот, эти клеточки в ней находятся, а вокруг плавает, ну, говорит, находится жидкость. Так вот, эта жидкость, она напоминает собой студень. И мы-то из чего варим этот студень? Да варим, вот, говорит, из костяшек, из мышц и так далее, то есть делаем холодец. Так вот, вот этот вот холодец, который у нас имеется, или студень, так назовем, он у человека имеет определенные характеристики, определенную природу текучую, он заряжен, что вы знаете, все процессы шли нормально, шло там движение, вот как раз вот этой жидкостью внутри организма, чтобы она питалась, очищалась. Ну, со временем, со временем, человек теряет что со временем? Старость. Это высыхание организма. Высыхание, в первую очередь, и потеря теплопутворных качеств. В результате этого, то есть это естественный процесс, он не так заметен 20 лет, в 30 лет, в 40 лет, но после 40 он начинает уже хорошо очущаться, а туда дальше еще сильнее. То есть ткани высыхают, и вот этот вот холодец, он становится более таким сжатым, он уплотняется. А раз он уплотняется, он начинает стягивать. И где-то получаются стяжки больше, где-то стяжки меньше. И если это на позвоночнике, вот этот позвоночник, а вот здесь идут мышцы у нас, а как правило, вот эти маленькие мышцы, которые тонические, которые держат позвоночный стул прямо, они, понимаете, они постоянно напряжены. И вот когда мы так наклонились, значит, вот здесь, грубо говоря, меньше там, допустим, они напряжены, а здесь больше. И поменялись характеристики вот этого как раз холодца тут, в самой мышце, в самой связке. Он, понимаете, сократился, а назад не может расслабиться, из-за того, что, ну, говорит, он застывает. Особенно это хорошо заметно. Он говорит, а, продуло шею, продуло спину и так далее. Что там продуло? Это как раз продуло и сгустело вот этот вот холодец, этот студень. И все, и пока он не разжижится. Почему применяются различные растирки? Для того, чтобы скорее вот это вот разжижить и восстановить нормальную структуру вот именно этой ткани. И что еще там происходит? Помимо того, что он сгущается, раз он сгущается, то те шлаки, вещества обмена, которые он должен выбрасывать из клеток, они уже гораздо меньше поступают там, допустим, в лимфатическую систему, которая должна прогнать все это через свои узлы и сбросить в кровь или там напрямую в кровь. Все это медленно. То есть там потихонечку накапливаются шлаки. Шлаки, вот как правило еще индусы говорили, и в каждой клетке накапливаются такие шлаки АМА, они белого цвета. И вот эти вот шлаки еще более влияют на эластичность этого студня, будем говорить, на его текучесть. Он становится, знаете, пропитывая, допустим, сухожилию и мышцу, он ее делает уже более жесткой. Она может сократиться, не расслабиться. И в итоге, знаете, вот как бы межрюберная невралгия, вот она, значит, начинается, вот здесь вот. Значит, здесь у нас загустело, повернулся в сторону, ага, здесь сжалось, и ты чувствуешь, что она так раз тебя судорогой хватает. Это как раз по-медицински называется там межрюберная невралгия. А причина ее на самом деле, это то, что здесь уже накопилось столько шлаков, что они так сжались, а она не отпускается, понимаете. И ты приходишь вот так, сила ее такая раз. То же самое судороги на руках, там, на ногах особенно. Зашлаковалась, спина зашлаковалась. И здесь, значит, мышцы зашлаковались. Они стали, знаете, где-то больше, где-то меньше. И особенно, допустим, если взять ягодичные мышцы, куда делали уколы. Укол, особенно если он масляный, не дай бог, там, значит, сразу образуется такая область, куда сбрасываются шлаки, потому что там циркуляция нарушена. Ну, масло рассосать, попробуйте масло рассосать, вот очаг масла в ягодичной мышце, он сразу не рассоснется. И потом, вроде бы, сделали, ты молоденький там походил, то есть все, пятое-десятое, а потом со временем раз там возникает шишка. То есть шишка какой-то мышечный, желбак, который начинает еще сильнее высыхать. Тянуть, а тянет что он? Мышцу и перекривливает тебе поясницу, зажимает сытоличный нерв, и все, и пошло у тебя. Начинаешь хромать, начинаешь болеть, начинаешь лечиться, начинаешь там гореть, еще что-то там, а толку-то мало. Оказывается, надо это все убрать, вот эти, в первую очередь, шлаки, для того, чтобы восстановить нормальную текучесть. И вот тут-то нам помогает, вот я благодарю Господа, что надоумил меня через одного человека, это медово-вакуумный массаж. Он не зря называется медово-вакуумный, потому что за счет вот этого, за счет меда, можно создать прилипание, и когда ты отрываешь ладошку, она так будет сосать, и высасывает эти шлаки через кожу. И вы знаете, я думал, что раз там, ну, как обычно бы я думал, раз-другой бы сделал бы, и все, оно там повыходило. Но я-то голодал 40 суток, а до этого я же тоже голодал, там, суток по 20, по 15, по 10, вот. И когда я голодал, 40-й день, а с меня так же идут шлаки, грубо говоря, как примерно и на первой неделе. Еще были такие какие-то, знаете, совсем несколько другие. То есть, если первую неделю, грубо говоря, что-то там с кишечника выход, а на последних этих неделях, вот, допустим, там и днях, из тебя уже выходит такое нечто, знаете, вот, не хочу сказать, что слизистая, какая-то вот бурая, какая-то такая тонкая масса через кишечник. Вот эта лимфатическая система собрала со всего, организма, или собирается со всего организма вот это вот шлаки и сбрасывает ее через кишечник, потому что в кишечнике как раз лимфа занимается очисткой вот этой соединительной ткани, пропитанной межклеточной или, по-другому, межтканевой жидкостью. Именно в ней все это дело образуется вот такое вот болото, которое сгущается и стягивает тебя. Посмотрите на стариков, да они все уже взворблены. Почему? Да вот как раз вот этот вот процесс идет. У кого болезненно, у кого менее болезненно, но тем не менее идет. И вот эти проблемы все с суставами, в первую очередь, вот это вот зажимание нервов там и прочее, прочее. Это связано как раз с наличием огромного количества шлаков, ну вот я убедился на себе, в межтканевой жидкости. И вот этот массаж медово-вакуумный за счет вот этого присасывающего действия буквально достаточно 10 минут, чтобы через кожу, буквально надо было, знаете, не только что через поры, аж к шлаке прорывает кожу, и вываливается такая масса, ну вы увидите сейчас на этом на видео, которая напоминает собой жвачку. И ее в организме вот такое количество, не вот такое, вот такое вот количество этой жвачки. Я делаю, делаю, делаю. Так вот, если бы я говорю, я бы не голодал и сам не видел, что у меня выходит в течение 40 суток, я подумал, ну это там или мед взбился, или там, ну что-то там другое. Нет, это все выходит, выходит. Ну ладно, там, допустим, там взбилось бы, выходит. Но самое важное, что ты чувствуешь облегчение. Облегчение, облегчение, облегчение. И вот на видео я вам демонстрировал, я когда, когда у меня плечи болели, я больше 8 килограмм не мог гантели эти сжать, мне было больно, потому что напряжение еще вот в этих жваках, оно сжимало так это, разрывало мышцы, еще более травмировало их. То есть движение не залечит, а наоборот калечит. А тут я только раз, 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 раз вынул, больше я не нахожу слово, вот эту вот массу из организма, жвачную, белую, ну вы ее видите, и мне стало легче, я стал спать. У меня появилось опять сил, у меня появилось желание, у меня прошла спина, у меня, ну, совсем лучше стало. Я стал заниматься, прогрессирую, тут даже 27 с половиной килограмм, попробуйте так поднять, причем два сразу. вот, совсем другое, то есть это все дело восстанавливается. И вот как раз вот эта капля, историю я вам рассказал, буквально-таки разжевал, для того, чтобы вы лучше поняли, значит, суть медово-вакуумного массажа, и когда я узнал, я обучил вот этого своего друга Юрчика, он мне делает, а потом я ему делаю. Вы можете обучить жену, можете обучить там дочь сына, можете обучить другого там, какого-то человека, соседа, который поближе к вам. Делайте это, и получайте облегчение. Поэтому я вам рекомендую медово-вакуумный массаж, который, ну, поможет вам в очень-очень многих случаях, и особенно в пожилом и старческом возрасте, когда у вас проблемы с суставами. Мы сейчас будем делать медово-вакуумный массаж. Посмотрите, что выйдет у меня с плеч и с холки. Массаж не более 10 минут. Поехали. Нормально, да? Особо на плечи, на плечи. Слушай, у тебя снизняться? А я сейчас молитвы читаю и не сняться. Не сняться, да. Вот ты знаешь, вот ты не читал пока, ну, то есть, ну, как, я-то читаю все время, ну, вот это сейчас стал больше читать, мне стало меньше, 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 с каждым разом меньше. А сон лучше? Что-то? Сон лучше. Да, вот сон сплю вообще. Сон это временная смерть, как говорят. То есть, когда мы спим, вот так вот, вот так вот. Неизвестно, где мы шумидаем нашли. Хе-хе-хе-хе-хе. Во-во-во-во. Е-е-е-е. Это чуть не заградан. Да-да-да-да-да-да. Так. Сегодня, кстати, охотника, он сказал, муси серые, полетели уже? Вчера, говорит, мы уже пролетели огромную листарь. Да? Завтра будет минус 3, снег пошел. Все. Значит, все, да. Они шлетят, где их утесняют, да, правильно. Краснеет уже. И это хорошо. И шея у тебя уже. И шо ты мне нашел? Крашеный. Мадам. Уже красный. Это хорошо. Сейчас откроется. Ой, погодят. Уже белеет начинает. Белеет мой парус такой одинокий туман. На футу уже ничего не заболевали. Шик. Короны. Пошло уже тут тебе. Уже пошло, Петрович. Давай, давай, давай. Давай, давай. Давай, давай. Давай, Юра, давай. Давай. Это влядь ничего с тебя поверить. Давай, давай. Мадам Брюшкина. Ай-яй-яй-яй-яй. Спасибо, Юночка. Уночек, спасибо. Ай-яй-яй. Давай, давай, давай. Слушай, и это, знаешь, что так? В горбяке давай. В горбяке и чуть ниже лопаток. Тут ты меня уже сорбал, бля. Чуть-чуть выше, чуть-чуть выше. Вот тут, вот, 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 вот. Вот тут нам ты и это. То есть, вот это по горбяке, по этому. По этому. Пошло, 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 пошло. Это здорово, это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо. Это здорово, это здорово, это очень-очень хорошо. Да, вот здесь вот, вот здесь вот. И больше на позвоночник. Рвём шкуру нафиг, хорошо, грехи мои тяжкие. Прямо по позвоночнику, давай, две ладони ставь и погнала, вот так, вот так, вот так, из глубины тянем. Рыхи мои тяжкие. Вот там, да-да-да. Да-да-да-да. Это показатель выступления, прям по первой осени. Да-да-да-да-да-да-да. Ах, мастер-класс! Рвём, рвём. Там-там, у нас и сиделась на вертах. Давай-ка там-там-там-там-там-там-там. Оу! Матам Брошкина! Ай-яй-яй-яй-яй! давай сплечь спереди а ночь такая и папку Вот как раз мы сделали медово-вакуумный массаж и вы видели, что с меня вышло в течение 10 минут. И вот эта вся мазута, которая была, она стягивает мышцы, связки, нервы, зажимает. Во время холода она еще более высыхает, сжимается. И человека начинают преследовать боли, особенно по ночам, потому что тело остывает. И пока вот это вот не выйдет с вас, толку от всего будет мало. И не думайте, что это какой-то мед сбился, ничего подобного. Это вышло, изнутри шла. Столько меда не наносили. Да, столько меда не наносили. Так, сегодня баня у нас, да? Да, по плану. Ты сейчас приезжай. И к вас есть. Не, ну братан. Кваси. Твое же. Это твое, да? Да. Так оно, знаешь, ты когда пушишь комментарии давать, у тебя ж вот здесь вот было вот здесь, а вот тут вот нервы, вот здесь вот нет. И вот почки вот здесь вот не было. Почему тогда, если бы мед взбивался, что ж неравномерно взбивается? Ну да. А то мед взбивается. Если бы мед взбивался, то бы равномерно было бы везде. А то здесь вообще вот эта волосуха, вот эти места, потом в конце. Я же сюда тебе что-то мазал. Ага. Сейчас, еще раз. Покажи наладование это самое, что вот эта присоска. Работает вот эта вот присосочка. Ну, видишь, как хорошо. Продолжение следует... Жить будешь. Наносим мед. Что-то еще тебя не прошло. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok